Санкт-Петербург Разменился до неузнаваемости, девушка знает не понаслышке. 15 лет назад она переехала в культурную столицу из Красноярска. Слушайте, ну мосты всегда были красивые, но сейчас набережная прям замечательно преобразилась. Все эти шатры, люди, все кое-то улыбаются, это очень приятно. Добрым и гостеприимным Красноярск называют буквально все туристы. Центр притяжения для них это парк универсиады. Именно здесь, говорят, можно узнать всю историю студенческих игр, посмотреть маршрут огня универсиады, сфотографироваться с факелом, медалями и рассмотреть поближе спортивное снаряжение. Многие предпочитают просто прогуливаться. Говорят, невозможно пройти мимо фестиваля «Волшебный лед Сибири». Такого нет в других городах страны. Впечатлило, что снега у вас нет. Я приехала со снежной стороны, да. Ну, отмечетлили фигуры, конечно. Прямо обалденно, здорово, мне очень все понравилось. Чаще всего внимание туристов привлекает яркая городская подсветка, которой, кстати, гордятся и красноярцы. Подсветили в городе не только мосты и спортивные объекты. Засияли десятки зданий, деревьев и сотни арт-объектов. Марина с дочкой Евгенией об этом узнали еще находясь в Благовещенске, у себя дома. Говорят, прогулка по городу не менее интересна, чем спортивные состязания. Очень впечатляют световые решения, которые удивляют возле оперного театра. Очень красивая подсветка, интересно гулять, фотографироваться. Красивые фотографии получаются. Очень понравился мост на остров Татышев, по-моему, да, у вас? Гуляли недавно. Очень понравилось, что эффекты, вот эти световые, музыка, он как музыкальный у вас, да, этот мост? Мы заметили, что еще новогодние убранства у вас тут, и елка такая шикарная. Универсиаты закончатся через неделю, новогодние елки уберут, а вот подсветка никуда не денется. Красноярск будет сиять для нас и для гостей нашего города теперь всегда. Ольга Хохлова, Михаил Ткачук, Афонтова новости.